В Бобруйске в девятый раз вручили премию Михася Ланькова, начинающих и мастеровитых журналистов, писателей, поэтов, отмечая за вклад в развитие родного языка. Лауреатом стала Валентина Максимова, директор шестого детского сада. 20 лет назад она пришла сюда воспитателем, уже занимается с малышами своих выпускников. Зараз просуется вельми текаво, вельми весело, потому что шмат питаний, шмат проблем, шмат напрямку, яке треба вырошить, и худенько, и на вельми таким текавом узровне. Сегодня в группах больше 160 детей. Со слов педагогов, в каждом ребенке воспитывают патриотизм, развивают любовь к национальной культуре. Руководитель не отсиживается на задворках, встречается с мальчиками и девочками, проводит занятия. Она очень справедливый руководитель, человечный. Профессионал с очень большим опытом работы, она ищет подход буквально к каждому сотруднику. Нам с ней легко работать, я считаю, что нам повезло. Валентина Максимова уверена, этот год для нее особенный. Получить высокую награду она даже не мечтала, уверяет городская премия, заслуга всей команды. Працуя на прамку долучения детей до белорусской мовы, до национальной культуры, весь коллектив, педагоги, техничный персонал, тому мне вельми приемно. Для народного писателя Беларуси Михася Лынькова Бобруйск стал вторым домом. Здесь он писал и дал дорогу целой плеяди известных авторов. Премию в его честь учредили в 2011 году. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Продолжение следует... Продолжение следует...